Зимой и летом все одним серым цветом. Дома и огороды деревни Коновалова каждый день накрывают плотные облака пыли. Местные жители уверяют, что подвергаются настоящим пылевым атакам. Откуда они в экологически чистом районе, разбирался Дмитрий Коньков. Каждые 10 минут по дороге проходят грузовики, поднимая клубы пыли. Оседая на листьях деревьев, она образует толстую корку. По полю серое облако ползет на деревню Коновалова. Дышать невозможно ни на улице, ни в домах. В своих бедах жители Коновалова обвиняют промышленников. Уверяют, что пыль в деревне появилась, когда запустили новый карьер и дробильную фабрику. Пыль сейчас в деревне повсюду. Она лежит на машинах, теплицах и растениях. Земля окрашена в цвет цемента. Ягоды с участков приходится мыть по пять раз. Вот этот вот год мы вообще дышать не можем. Заработал новый карьер. Старый карьер был, были установлены фильтры. Ездила машина, которая поливала. Она ежечасто проезжала по дороге и поливала. Большая машина. А сейчас ездит только одна бочка, 200-литровая. И хватает ее буквально на 100 метров. Руководство горнодобывающего предприятия утверждает, что от пыли на дороге страдают сами. Грузовики требуется постоянно ремонтировать. Они очень дорогие в обслуживании. На данный момент мы берем на себя обязательства своими силами организовать поливку данной дороги. Ну, несмотря ни на что. Для этого вот в течение недели будет заключен договор лизинга. Куплена машина поливательная. КДМ. Соответственно, будем поливать дорогу. Предприниматели об этом заявили и сотрудникам администрации Первоуральска, которые с экологами приехали на предприятие. Оказалось, что на фабрике отсутствуют пылеулавливающие установки. Через две недели обещают показать проект по их монтажу. А поливальная машина, обещает руководитель предприятия, начнет ездить в конце недели. Лично я приеду в деревню Коновалова, посмотрю, как ездит непосредственно машина по дороге, как она поливает, как ведутся поливочные работы. Интересно, что еще полгода назад эту деревню считали экологически чистой. Здесь живет более 200 человек. Дома на лето снимают екатеринбуржцы, но они быстро уехали. В администрации надеются, что предприниматели выполнят обещания без вмешательства надзорных ведомств. Дмитрий Коньков, Александр Захаров, Евгений Шилов. Новости Первоуральск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова